Сельскохозяйственное производство Сельскохозяйственное производство таит много секретов, о которых многие даже и не догадываются. Например, чтобы вырастить вкусную и полезную землянику, приходится трудиться не только людям. К работу по опылению включились крылатые сотрудники из Голландии. Из Голландии привезено 100 тройных ульев, ну то есть в улье три семьи шмелей. У нас 200 ульев, но, к сожалению, погода холодная, и поэтому пчелы не все работают. Вот почему-то наши шмели и пчелы в холодную погоду меньше летают, чем голландские. И мы вынуждены были привлекать гастарбайтеров. А голландские шмели летают в любую погоду, очень работоспособны. И мы уже два года используем этих шмелей. В прошлом году у нас был опыт с нашими шмелями, но наши фирмы, которые производят шмели, они больше производят шмели для теплиц. Это такая нюансы производства ягод, они не всем известны, но урожай после опыления гораздо лучше, чем место после пчел. Шмели, да, они одноразовые, то есть один год, и после этого каждый год вынуждены покупать новые семьи. Они не зимуют у нас, они просто в конце сезона заканчивают свою жизнь. И в следующем году мы опять будем покупать шмелей. Наша задача, конечно, получить больше составных себестоимости не за счет валюты, а за счет рублей. Конечно, нам бы хотелось, чтобы на территории России появились фирмы, которые производят шмели не только для теплиц, но и для открытого грунта. Но пока альтернативы, к сожалению, вот этим голландским шмелям нет. Тот залетел, сейчас зашел, вот три семьи, один выходит на работу. Всего на одном гектаре трудится одна семья совхозных пчел и три семьи иностранных шмелей. Помимо жужжащих тружеников, опыляющих ягоды, в то же время идут работы по укладке соломы, междурядья, чтобы ягода была чистой и ее не забивал сорняк. И хотя сельскохозяйственное производство таит множество рисков, от дождя в совхозе имени Ленина научились быть независимыми, снабдив поля капельным поливом. Но вот солнышко заменить нечем. И полеводы надеются, что оно обласкает посевы и доделает то, что человеку не посело. От дождя мы независимы. У нас под каждой грядкой лежит капельная трубка, через которую идет полив земляники. Воду берем из прудов. Именно на этом поле берется картинского пруда. Стоят мощные насосные станции, фильтро-станции, которые фильтруют воду и подают в эти трубочки. Нам для урожая нужно только тепло. У нас 100 гектаров земляники, и поэтому мы эту половину необходимого объема можем произвести у себя. У нас 200 гектаров зерновых, ну, всего оборота. И всю солому, которую мы производим, мы, конечно, заготавливаем для того, чтобы весной, или вот как сейчас это делается в начале, в конце весны и начале лета, заложить междурядье соломы. Но мы докупаем солому. В прошлом году мы купили где-то 500 тонн. В общем, много достаточно соломы из соседних хозяйств. Как правило, это проблемы с перевозкой. И, к сожалению, мы вынуждены туда посылать свою технику, чтобы рулон крутить из соломы. Потому что немногие имеют такую технику, как у нас. Но мы, видишь, в этом году полностью заготовили, то есть в прошлом году заготовили солому. Сейчас мы ее используем. Солома отдает возможность получить чистую ягоду. Потому что если ягода лежит на земле, то, естественно, от любого дождя она портится, пачкается, пылится. А на соломе вода проходит, а ягода остается чистой. Машины, к сожалению, по укладке соломы, они тоже немецкие. Они импортные. У нас в России не производится такая техника, специализированная техника. Она только для ягодоводов. Именно для тех, кто занимается ягодой земли. При уборке начинает собирать ее все, ее же рулоны с земли, со стерни. Поэтому если сухая погода, в прошлом году была достаточно хорошая погода, сухая, то, естественно, она в том числе и пылит. Ну, или все, что угодно. Возьми любую сену, встряхни его, и из него будет выделяться пыль. Мы предполагаем на основании того, что говорит гидромедцентр. Они все время меняют свои показания. И это же видно было. В Краснодаре действительно был засухом. Было два месяца, у которых не было дождей. А сейчас у них там идут дожди. Слава богу, наш гидромедцентр ошибся. И слава богу.